В августе средняя стоимость аренды номера в гостинице города Сочи повысилась на 60% по сравнению с февралью. На сколько процентов должна снизиться стоимость аренды номера в гостиницах Сочи в течение осени, чтобы к декабрю она была лишь на 8% выше, чем в феврале. Итак, задача очень интересная. Давайте мы с вами обозначим за x февральскую стоимость номера. Итак, поскольку она поднялась на 60% к августу, то мы запишем, что это 100 прибавить 60 и поделить на 100. Теперь мы с вами видим, что она должна снизиться. Но на сколько она должна снизиться, нам не ясно. Значит, тогда мы вводим вторую переменную. 100 отнимаем у и деленное на 100. Для чего мы это делали? Дело в том, чтобы к декабрю цена должна быть на 8% выше, чем в феврале. Февральская стоимость по-прежнему x. И мы умножаем на 100 прибавить 8 и деленное на 100. Поскольку x это положительное число, то этот x мы имеем право убрать. И наша задача сводится совершенно простой. 1,6 умножаем на 100 минус у, деленное на 100, равняется 1,08. Уравнение достаточно простое. 1,6 умножаем на 100 минус у, равняется 108. Ну, теперь мы делим 108 на 1,6 и получаем 67,5. Итак, 100 минус у равняется 67,5. Отсюда у у нас получается 32,5. За несколько дней до соревнования спортсмен стал сбрасывать вес, уменьшая каждые сутки вес своего тела на одно и то же количество процентов от предыдущего значения. Определите, на сколько процентов в сутки спортсмен уменьшал свой вес, если известно, что за последние двое суток до соревнований его вес уменьшился с 62,5 кг до 57,6 кг. Итак, что мы получаем? Задача номер 5. Нам нужен конечный вес спортсмена. Это 57,6 кг. И первоначальный вес спортсмена 62,5 кг. И теперь мы будем на что-то умножать. Итак, за несколько дней, это последние двое суток, он сбрасывал вес на определенное количество килограмм и на определенный процент. Итак, 100 мы отнимаем N и делим на 100. Поскольку суток было двое, мы ставим квадрат. Далее мы рассматриваем решение. Значит, 57,6 мы можем поделить на 62,5. Получаем 0,9216. Это 100 минус N в квадрате, деленное на 10 тысяч. Итак, мы умножаем на 10 тысяч. Получаем, что 100 минус N в квадрате равняется 9216. Далее мы можем решать либо через модуль, либо как квадратное уравнение. Мне удобнее следующим способом. 100 минус N равняется 9216 квадрате, это 96. Либо модуль можно раскрывать со знаком минус, это минус 96. Ну, теперь мы с вами уже видим, что если мы просчитаем вот этот случай, то у нас ответ будет 100 минус 96 равняется N. или, если вот этот случай, 100 прибавить 96 равняется N. То есть, N равняется либо 4, либо N равняется 196. Ну, мы с вами видим, что 196, в общем-то, нам не подходит. Мы не можем выбросить 196 процентов веса, поэтому не удовлетворяю по условию. И у нас остается 4 процента. Это то, на что спортсмен сбросил свой вес. Следующая задача. Задача номер 6. Стоимость чайной пары складывается по стоимости чашки и блюдца. После того, как чашка подорожала на 10 процентов, а блюдца на 20 процентов, стоимость чайной пары увеличилась на 12 процентов. Сколько процентов от стоимости чайной пары составляет стоимость чашки до подорожания? Ну, чтобы долго не думать, давайте мы с вами, шестая задача, подпишем чашка и блюдца. Значит, пускай это будет х процентов, это у процентов, и тогда всего вместе у нас с вами получается 100 процентов. Теперь мы внимательно смотрим. Чашка подорожала на 10 процентов. Значит, х умножаем на 100, прибавить 10 и деленное на 100. Прибавляем у. Значит, блюдца у нас подорожала на 20 процентов. 100 прибавить 20 и деленное на 100. И что же у нас получилось? Получилось, что стоимость чайной пары увеличилась на 12 процентов. Итак, х плюс у мы умножаем на 100 плюс 12 и деленное на 100. Давайте все это переведем в десятичной дроби, чтобы наша запись была более красивой. Итак, 1,1х прибавляем 1,2у и равняется 1,12 умножить на х прибавить у. Собственно говоря, если мы возьмем первое уравнение и второе уравнение, то мы получим свою систему. Итак, система. Я в этой системе сразу выражу х. Х равняется 100 минус у. И сразу запишу 1,1х прибавить 1,2у. Равняется 1,12х прибавить 1,12у. Ну, далее, прежде чем подставлять, конечно, надо немножечко упростить. Итак, х равняется 100 минус у. 1,1х отнять 1,12х минус 0,2х. Дальше, у мы перенесем в другую сторону. 1,12у отнять 1,2у минус 0,08у. Далее мы еще немножечко упростим. Итак, х равняется 100 минус у. Далее поделим все на минус 0,02. И получим, что х равняется 4у. Далее мы делаем замену. И в конце концов приходим к уравнению. 100 минус у равняется 4у. Отсюда 5у это 100. Отсюда у это 20. Значит, нужно ли нам находить х? Нет, не нужно. Почему? Вопрос задачи говорит о том, сколько процентов от стоимости чайной пары составляет стоимость чашки до подорожания. Значит, у равняется 20. Тогда х равняется 80. Итак, мы напоминаем себе, что вот это чашка, а это блюдце. А теперь вопрос звучит так. Сколько процентов от стоимости чайной пары составляла стоимость чашки до подорожания? Итак, стоимость чашки – это х, то есть 80. Значит, а из чего? Из 100%, да? То есть, другими словами, это 80%. Задача номер 7. Магазин выставил на продажу товар с наценкой 60% от закупочной цены. После продажи 70% всего товара магазин снизил назначенную цену на 40% и распродал оставшийся товар. Сколько процентов от закупочной цены товара составила прибыль магазина? Итак, давайте рассуждать. Значит, у нас с вами есть 70% всего товара, которое он распродал с наценкой 60% от закупочной цены. Поэтому мы сразу для себя решаем. Х – это закупочная цена. Итак, если х – закупочная цена, то 70%, то есть 0,70% от этого х магазин продает с наценкой 60%. Итак, 100 прибавить 60% и поделить на 100%. Теперь мы с вами можем уже это просчитать. 0,7 умножить на х и умножить на 1,6. Итого, какую прибыль он получит здесь? 1,12х. Это первичная цена, первая цена за наши 70%. Сколько у нас осталось процентов? Если всего товара 100%, то понятно, что у нас осталось 30%. 0,30%. От чего эти 0,30%? От икса и от этой первоначальной цены. Вернее, не совсем первоначальной, а той, которую мы увеличили на 60%. И вот эти оставшиеся 30%, после того, как уже один раз их подняли цену, мы теперь эту цену снижаем. И снижаем не на много, а на 40%. И делим на 100%. Что мы здесь получаем? Мы получаем 0,3х умножаем на 1,6 и умножаем на 0,6. Полученная цифра это будет 0,288х. Значит, вот так он продал вторую партию. То есть 30% товара. А теперь давайте посмотрим, сколько же это получится вместе. 1,12х. Прибавляем 0,288х. И получаем 1,408х. Значит, вот теперь нам надо узнать, с какой же прибыль получил магазин. Сколько процентов от закупочной цены. Давайте мы переведем это проценты. Итак, 1,408 мы умножаем на 100 и получаем, что у нас 140,8%. Ну, а мы купили товара сколько? 100%. Поэтому мы получили прибыль 40,8%. Вот это наша прибыль, прибыль магазина.